13.06 в Кирове. Начинается программа «Особое мнение» у микрофона Светлана Занько. И свое особое мнение высказывать сегодня будет Светлана Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова. Светлана Витальевна, добрый день. Добрый день. Давно мы с вами не встречались. Сейчас поделились впечатлениями о том, что последний месяц, наверное, очень активен. Он и для меня был очень активен, и для вас и подавно. Так села, Светлана Витальевна вздохнула. Остановиться совершенно некогда. Я напомню для тех, кто... Потому что действительно редко сейчас встречаемся в нашей студии. Напомню, что Светлана Витальевна курирует деятельность Департамента образования, Управления опеки и попечительства, Управления по делам молодежи, физкультуры и спорта, Управления культуры и еще подведомственных муниципальных учреждений. Абсолютно верно. Широкий очень спектр работы, и понятно, почему иногда усталость такая на лице рисуется. Ну, Светлана Витальевна, хочу о хорошем, наверное, начать. С позитива такого. Мы об этом говорили вчера с нашими слушателями. Сегодня вам расскажу. Сегодня проходит всемирная акция на работу на велосипеде. Россия очень активно в этой акции участвует. В частности, кировчане тоже присоединяются. И мы на 16-м месте в рейтинге организаторов по заявкам поданным. В численном выражении, конечно, немного, но в отношении остальных городов, там порядка 50, это, наверное, очень хорошо. Я вам скажу, что в Москве, где, собственно, все зародилось и началось, в этом году правительство поддержало эту акцию. В частности, глава вторичного департамента транспорта Максим Эликсутов сам приехал на велосипеде. И вообще закрыли парковку для автомобилей, чтобы все сотрудники либо передвигались на общественном транспорте, либо пешком, либо на велосипедах. И устроили очень много приятных вещей для велосипедистов. Снизили цены на велопрокат. Вы знаете, может быть, что в Москве с этого года повсеместно велопрокат. Городской разместил свои парковки. Предусмотрены скидки в кафе, ресторанах и магазинах, кто подключился к этой акции. И даже в пригородных электричках разрешили бесплатно сегодня провозить велосипед. Как вам нравится такая инициатива? И как вы считаете, есть ли у нашего города перспективы в том, чтобы в таком же направлении двигаться? Инициатива прекрасная. Тут, на мой взгляд, не может быть другого мнения. Без сомнения, велосипед – это и здоровый образ жизни, и вопросы экологии закрывает, но и вопросы, наверное, самоощущения человека. Мне кажется, что… Правда, помню, это исключительно из детства, как катаешься на велосипеде. Это быстрая смена декораций, событий. И мне кажется, конечно, те люди, которые сейчас выбирают для себя велосипед как вид транспорта или как отдых определенный, они получают положительные эмоции. Сама инициатива, о которой вы говорите, тоже, наверное, имеет место быть и важна для популяризации все-таки велосипеда и передвижения на нем. Мне нравится идея, мне очень хочется как чиновнику поддерживать такие инициативы, поскольку мы знаем, что очень много негативных эмоций от разных проблем в нашем городе, в стране вообще. Поэтому эта инициатива как позитивная, положительная инициатива, конечно, вызывает у меня только положительные эмоции. А как Вы думаете, что должно произойти, чтобы городская администрация, город понял и почувствовал, что действительно пора принять участие в развитии велоинфраструктуры, наверное, этого города. Мы сейчас не о деньгах говорим, наверное, да, а вот какие факторы должны сложиться, чтобы город принял решение того, что да, вот сейчас очень даже время вплотную этим заниматься, разрабатывать, я не знаю, какие-то документы, привлекать инвесторов. Ну, в общем, не просто поддерживать на словах и говорить «это всё хорошо», а серьёзно к каким-то вопросам, уже встроенным в планы администрации, работы этой администрации заниматься. Что должно быть? Да, я считаю, что без сомнения у нас не нулевой цикл, а процесс уже пошёл. Любое дело, которое обречено на успех, это дело, когда есть инициатива. Вот та инициатива, которую Вы в том числе представляете по велосипедам, на мой взгляд, сложившиеся или складывающиеся партнёрские отношения тех людей, которые будут это делать, представители власти, как Вы правильно сказали, которые должны сделать какие-то нормативные документы по этому вопросу. Ну и третья сторона, к сожалению, мы не обойдёмся нашим бюджетом, это обязательно либо инвесторы, либо партнёры, предприниматели, которые бы начали с этим проектом работать. Я думаю, что это процесс, который уже пошёл, и если инициатива сейчас есть, то можно собираться, писать программы развития и дальше стартовать. На мой взгляд, тут денег больших и не надо. Дело ведь в том, что важно, наверное, определить места каких-то парковок. Если предприниматели будут готовы давать в аренду велосипед, а я думаю, что найдутся такие предприниматели, то делать это в принципе можно. Сейчас, на мой взгляд, нужно исследовать рынок предпринимательства, которые будут заинтересованы в этом проекте. Я предлагаю с понедельника начать встречаться таким кругом бизнес, власть и общественность по этому вопросу. То есть какая-то рабочая группа должна быть создана? Думаю, обязательно, потому что нельзя нарисовать программу, документы или ещё либо, либо просто инициатива голая, без поддержки финансовой, она тоже, как правило, умирает. Поэтому если сложится вот этот треугольник, то я считаю, что это очень хорошая перспектива для нашего города. А поскольку наш город не очень большой, и этот вид транспорта очень актуален, на мой взгляд, надеюсь, что будет прекрасное лето в этом году, и это будет востребовано. Думаю, что этим нужно заниматься прямо завтра. Завтра, после завтра. Ну, то есть что должно произойти? Должны активисты прийти с очередным письмом, потому что в прошлом году было, насколько известно, то, что публиковалось письмо с предложением создать рабочую группу в администрации. Или администрация уже поднимет старые документы и скажет, друзья, обращаясь к бизнесменам, заинтересованные инвесторы, мы принимаем заявки об участии, будем рассматривать какие-то, может быть, там, преференции, потому что бизнес захочет каких-то преференций в процессе переговоров, там, да, выработанных. Все-таки как это, как механизм должен выглядеть? Механизм, ну, к сожалению, ну, чтобы не заблуждались наши слушатели, преференции каких-то бизнесу, к сожалению, никаких дополнительных дать не можем, ну, кроме, естественно, каких-то рекламных вещей, поскольку на сегодняшний день, вот мы только вчера обсуждали, например, как раз эту идею, мы создаем со следующего года первый класс ГИБДД на базе одной из школ, и, соответственно, вопрос о том, где взять вот эти велосипеды и каким образом ребята могли бы начать на них обучаться, вот эти вопросы проговаривали, вопросы там рекламы на велосипедах и так далее, тоже обсуждали эти все вопросы. А в какой школе этот класс? В 70-й. Прямо первый класс сборный или это первокласс? Мы начинаем с первого класса, то есть первый класс вот сборный, они идут, и вы там высказывают желание, как у нас есть там классы друзей юных пожарных, это очень востребовано, кстати говоря, кадетские классы, либо музыкальные профильные классы. Точно так же вот такая инициатива возникла совместно с ГИБДД. И 26 человек на сегодняшний день уже готовы пойти в этот класс. Именно поэтому мы вот эту идею тоже обсуждали. Не надо писать никаких дополнительных писем, дело понятно не в бумажках. Речь идет исключительно о том, чтобы найти, промониторить все-таки заинтересованную сторону в лице бизнеса. Я думаю, что мы можем синициировать у себя в администрации, в управлении физкультурой и спорта такую подобную встречу и пригласить и общественников, и бизнес, увидеть друг друга, понять, какие точки соприкосновения у нас могут быть и двигаться, если всех это устроит. Ну мы понимаем, что вот прослеживая всю историю развития велодвижения даже в городе Кирове и, наверное, в других городах, молодежь является драйвером этого движения. Хотя, если посмотрим на улицы, огромное количество взрослых людей ездят на велосипеде, очевидно, что ездят на работу тоже. Но молодежь, тем не менее, они таким драйвером выступили. Поскольку молодежная политика в вашем ведомстве находится, есть у нас вообще образцы реализации неких серьезных проектов, достаточно масштабных, может быть, не совсем локальные какие-то к праздникам, а масштабных, реализации молодежных инициатив, которые наглядно показали бы, что что-то делается для города очень серьезное, системное. Вот об этом молодежь как драйвер каких-то изменений в городе. Молодежь активна всегда, примеры есть, я их сейчас приведу, но мне хочется сказать, что в моем понимании не может быть вещей каких-то неважных или маленьких, когда инициатива есть, и она успешно потом реализуется. На мой взгляд, для каждого молодого человека у него есть свой мир, свои друзья, свой город в его понимании, поэтому любая инициатива, она очень ценна, и для него в первую очередь, раз это позитивная инициатива, мы стараемся ее поддержать. Как примеры, как я обещала. С инициативой три года назад пришли киберспортсмены. Очень меня лично, как старшее поколение, насторожило, я вообще думаю, хотя очень компьютеризированный интернет, уже не живешь без него, без сомнения. Тем не менее, зависимость детей, которую мы сейчас наблюдаем от компьютера, и предложение ребят немножко смутило, но потом мы стали понимать, что мы можем наполнять той информацией, которая необходима нам. В частности, к 9 мая ребята, играющие в эту игру, танки, у них были бои под Прохоровкой и так далее. То есть очень интересно, содержательная, историческая часть. И награды всегда за победу, это обязательно поход или абонемент в фитнес-зал, это какой-то там велосипед, это какие-то вещи, связанные со спортом, и ухода от компьютера, выхода, и такие вещи. То есть это такие киберспортсмены, которые обратились к вам зачем? Что вы соревнования помогли? Помогли организовать соревнования, поддержали, информационно поддержали в том числе. И сами они, кстати говоря, нашли спонсоров, которые предоставили призы. И вот сейчас уже это уровень некого такого всероссийского мероприятия, поскольку я в том году была в этом, не смогла быть у ребят. Это очень впечатляет, потому что это молодые, достаточно интеллектуальные молодые люди, которые занимаются киберспортом и в то же время занимаются просто спортом в тех или иных областях. Еще как пример. Ну, всем нам известна галерея прогресса. Я хотела про это спросить. Да, она выросла как раз из молодежного проекта. Кстати, вот тогда, когда пришел Никита Юрьевич работать в область, грантовые конкурсы у нас существовали всегда, но в силу того, что это были конкурсы 100 тысяч рублей, то есть, понятно, можно было сделать небольшое дело. Обсуждая молодежную политику, такое политическое, на мой взгляд, решение было принято дать возможность молодежи сделать что-то более глобальное. И вот этот грант стал стоить миллион. Первые 5 миллионов тогда были разыграны. На мой взгляд, это такой большой, важный шаг, который стал системным. Вот тогда появилась галерея прогресса, которая инициатива на сегодняшний день, то есть, был проект, который был защищен на Селигере, поддержку оказал губернатор, и финансовая составляющая, без сомнения, важна. И то, что ребята сейчас делают, это, на мой взгляд, то, чего всегда не хватало городу Кирова. Надо напомнить, что форум городских сообществ 24 апреля прошел в галерее прогресса как раз направлено на то, чтобы те еще не организовавшиеся или не знавшие, куда с инициативой прийти, молодежные объединения по интересам, не зафиксированные официально, попробовали разработать программы для города. И даже ребята сказали, что составили некую петицию, которую направить должны были в городскую администрацию, в областную. Не петиция, как-то по-другому называется, но тем не менее. Из 20 с лишним пунктов. К вам она поступала? Пока такой петиции, резолюции, письма не было, да. Но, естественно, мы готовы обсуждать. Я думаю, может быть, это придет от самой галереи, потому что Дмитрий Шиляев, Наталья Пышко – это те люди, которые в мой кабинет заходят, когда им удобно, и мы всегда находим время решать те задачи, которые стоят и перед галереей, и перед молодежным сообществом. На самом деле, то, о чем вы говорите, мне кажется, это очень важно. Почему? Потому что молодой человек не всегда пойдет в здание администрации, где, например, находится управление по делам молодежи. Некие такие барьеры, они все равно существуют. Но галерея, как место сбора и инициатив, она была бы, на мой взгляд, вернее, и тогда мы понимали, что она обязательно станет таким местом, не только выставочным пространством, а именно местом общения. К счастью, это так и случилось. Все, что необходимо, помощь, которую мы можем оказать с галереей, мы всегда сотрудничаем. И этим ребятам, я считаю тоже, что нужно собираться на площадке галереи, понятно, мы туда придем, и без всяких каких-то сложных вещей на их языке поговорим о том, что действительно в силах, и что рационально или может быть полезно. Потому что на самом деле не всегда, молодежь она ищет, она творит, и это не всегда те вещи, которые реально полезны, то есть они не до конца. То есть нужно помогать, направлять. Светлана Витальевна, вот как раз на этом конкурсе молодежных сообществ, которые были направлены на изменение городской среды, на выработку каких-то решений, мы долго пытались здесь в студии ребят, которые там участвовали, они правда были очень увлечены, но когда мы задали вопрос, кто из чиновников был у вас от начала до конца, потому что там в том числе декларировалось, что это выработка инструментов взаимодействия, потому что иначе не решается проблема. Вот как-то с чиновниками все было там сложно. Мы не услышали фамилий конкретных, в том числе ваши фамилии не услышали, что вот они пришли, они с нами работали, они там участвовали и так далее. Почему так происходит? Проблема вот в данном случае очень простая. Никто не пригласил. Вот никто, никакой бумажки, звонка, СМСки, ВКонтакте, не было приглашения. Но когда сам форум вот этот начался, без сомнения представитель нашей молодежки Алексей Андреев, он там был и слушал и понимал, о чем говорят молодые ребята. То есть им нужно еще организоваться, чтобы правильно взаимодействовать с вами, с властями. Не просто декларировать, что мы приглашаем, и для чиновников это полезно, а приходить и прямо на самом деле приглашать, писать какие-то письма. Да даже не письма. Делайте в том, что мы сейчас все в сети. Вот там моя страничка ВКонтакте, там тоже все заходят, пишут, когда есть инициатива какая-то. Я обязательно отвечаю всем. Поэтому это может произойти в сети, это может быть телефонный звонок, это может быть бумага официальная, как делают, например, вузы крупные и так далее. То есть проблем с общением с молодежкой, либо со мной нет. Но, к сожалению, может быть, существует такой стереотип, что это как-то вот сложно, или кто-то не придет. Нужно пробовать, надо пробовать. Вы-то понятно, и Алексей Алексеевич Андреев тоже понятно, вы в молодежке очень давно. А другие чиновники, которые отвечают, не знаю, за дороги, за строительство, за ЖКХ, им вообще некогда или им эти вопросы неинтересны, потому что, собственно, дорожные вопросы тоже обсуждаются, вы знаете, очень часто. Они вообще участвуют в молодежных проектах, приходят на молодежные форумы, ваши коллеги? Мы без сомнения пытаемся привлекать, и когда есть вопросы остро проблемные, их экспертное мнение, и их видение, как можно решить проблему, обязательно привлекаем. Ну, без сомнения заняты, без сомнения. Но вот еще раз, не знаю, вот люди, которые работают в администрации города, на мой взгляд, не все закрыты или какие-то очень такие, ну, точно мы знаем, что они не придут. В принципе, все люди, которые отвечают за конкретное дело, на мой взгляд, могли бы прийти, и если бы их пригласили. Но это, вот я бы не стала делать акцент там, да, они, ну, там, реально могли не знать, но с моей точки зрения, вот если я увидела информацию, но меня туда не пригласили, я тоже могу прийти. Могут ли делать это остальные чиновники, я, ну, не готова сказать, например. Сейчас мы к другой теме перейдем. Ну, а я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Светлана Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова. Тема следующая. Чиновники изучают возможность поддержки частных садов. Вот такой заголовок на нашем сайте akirova.ru. Эту тему обсуждали на заседании правительства области, и Дмитрий Матвеев, заместитель председателя правительства, который курирует эту тему, он отмечает, что федеральная программа по созданию мест в детских садах подходит к концу, что не может, на мой взгляд, не печалить. Да. И обсуждать пытались, что же с этим делать, потому что, насколько мы понимаем, все равно мест в детских садиках не хватает. Область сама строить не может, и содержать садики в полном объеме тоже не может. А Дмитрий Матвеев предложил представлять бизнесменам, которые открывают детские сады, льготные кредиты, или ввести для них субсидированную аренду. Александр Александрович Галицких, еще один зампред, отмечал здесь, потому что речь идет о частных детских садиках, и не соответствуют требованиям Роспотребнадзора очень часто эти садики. В общем, есть большая проблема. С одной стороны, хочется, с другой стороны, есть печальный опыт. Что с этим делать, на Ваш взгляд? Что с этим делать? Ну, начать, наверное, надо все-таки с ситуации. Действительно, программа рассчитана до 2016 года. В моем понимании, конечно, Федерация должна продолжить эту программу обязательно, собрать вот сейчас мониторинг смес со всех регионов, понять, что в 2016 году регионы не закроют эти очереди детей. Слава Богу, начали рождаться дети, и нужно это поддерживать. Именно поэтому, на мой взгляд, программа должна продолжиться. Но, опять же, мы понимаем, что эти деньги, которые шли на строительство детских садов, сейчас правительство направит на постройку школ. Потому что дети, которые попали в детский сад и выросли из него, должны пойти в школу. Ситуация с школами тоже не самая простая. Есть районы города, где полный комплект детей, дальше уже просто не взять большее количество. Снова, как и много лет назад, мы открываем по 7, по 8 первых классов для того, чтобы была возможность детей взять в школу. Так вот, возвращаясь к детским садам, первый механизм – это все-таки сохранить хоть какое-то финансирование для регионов. Федеральное. Второй момент. Я считаю, вообще могут использоваться все формы. Есть люди, готовые отдать детей в частные детские садики. Но проблема-то именно в том, что нет самих помещений, и человек готов бы этот садик открыть, но помещения как для муниципального, так и для частного детского сада нет. Вот та форма, которая предложена, мы тоже. В том году у нас было собрание на уровне муниципалитета, на уровне главы города со строителями, где мы говорили о том, что мы будем поддерживать только вот в новых строящихся домах, давайте будем предусматривать вот эти первые этажи. И у нас уже есть строители, готовые это делать. А что же не делают-то? Есть у нас, например, два адреса, у нас ведь это не нулевой цикл, то есть у нас есть несколько детских садов, которые находятся на первых этажах детских садов. Они не муниципальные только детские сады, они частные детские сады. Дело в том, что пока на сегодняшний день между двумя предпринимателями строитель и руководитель детского сада не могут найти договоренности по цене, сколько это может стоить. И они предлагают, естественно, строители по той же цене, что и квартиры в этом доме, хотя они уже по проекту сделали это, вот подготовив детский сад. Но для людей, которые хотят заниматься предпринимательством вот этим в виде частного детского сада, это дороговато. Поэтому на сегодняшний день процесс идет, и я думаю, что без сомнения, вот развитие частных детских садов, встроенных в жилые дома, это тот путь, который тоже будет использоваться. А почему только частных? Почему нельзя встраивать муниципальные детские сады? Очевидно, если у нас, а у нас есть, например, точечная застройка, или огромные массивы домов в новых микрорайонах, где постоянно встает вопрос от жителей, что не хватает детских домов, не вовремя их строят. Я объясню. Почему сразу муниципальные не открывать? Объясню. Потому что, как правильно сказал Александр Александрович, абсолютно верно, есть жесткие требования к муниципальным и государственным детским садам, в контролирующих органах, которые не позволят открыть на первом этаже муниципальный детский сад. Это определенная прогулочная территория. Это обязательно наличие веранд, это заборы и так далее. То есть вот в том понимании, как бы мы хотели, муниципальный детский сад по другим нормам совершенно оценивается. А я вам расскажу сейчас историю, которая давно уже развивается в Питере и вот развивается достаточно давно в Москве. С 2009 года возможность встраивать детские сады в дома существовало, были введены новые нормы, нормативы, да. Положения по противопожарным нормам, запрещающим размещение детских садов на первом этаже, были отменены в 2011 году в Москве. В мае 2013 года были изменены санитарные нормы в Москве, специально, чтобы в муниципальные садики можно было размещать, там высота потолков, и все было сделано так, как нужно Москве, поскольку необходимо открывать муниципальные сады, что мешает нашей администрации этим тоже заняться. Вот сейчас важно расставить акценты, очень важно. Не администрации, а контролирующим органам. Это федеральные структуры, которые на сегодняшний день должны выйти с инициативы, понимая нашу проблему, чтобы изменить нормы на уровне либо нашего региона, либо федеральных. Контролирующие органы... А областные законодательные собрания выйти к контролирующим... А как в Москве изменили? Еще раз говорю, это сами эти структуры федеральные, да, Роспотребнадзор и Пошнадзор. Мы, я, наверное, приведу пример, такой столкнулись в этом году с ситуацией, когда, например, мы все живем в одном городе, ходим в одни магазины, покупаем одни и те же продукты. Продукты подорожали на 40%, да. И на ребенка в детском саду выделяется определенное количество денег для его питания. Продукты подорожали на 40%, но мы не подняли для родителей на 40% плату за это, потому что для родителей сейчас... Питание в детских садах. Питание в детских садах. Так вот, мы создали такую рабочую группу, при которой родители, медики, плюс к этому, естественно, заведующие детских садов и наш департамент образования разрабатывали систему меню, которое было бы и калорийно, и достаточно. Вот у нас сейчас есть такая, ну, может быть, не проблема, но тема для обсуждения, которую мы пока не можем с Роспотребнадзором довести до конца. Все говорят, что дети не съедают вот это пятиразовое питание в детских садах и его выбрасывают. Предлагают сократить. Мы должны прерваться сейчас на короткую рекламу, уже звукорежиссер вздыхает глубоко. Мы прервемся, продолжим обсуждение, это иная тема после перерыва. Продолжается программа «Особое мнение». Я напоминаю, что сегодня вы слушаете особое мнение о заместителе главы администрации города Кирова Светланы Шумайловой. Сейчас у нас будет такой блиц. Такой блиц, как всегда, что-то нужно делать мне со своей структурой. Я, когда приятный собеседник, готова слушать и слушать. Так вот, что касается садиков. Я, насколько поняла, мы говорили сейчас с вами о питании, что как раз город, медики, педагоги и чиновники вышли к Роспотребнадзору с вопросом по обсуждению порций, величины которых не съедают в детских садах, и это очень тяжело пробивается. Хотя могло бы быть решением проблемы. Уменьшить просто по весу порцию, но сделать ее более качественной, оставить на том же уровне качество, сохранив калорийность. И не повысить для родителей плату за садик. И трудно пробивается. Пока не решается вопрос, это тоже связано с законодательством. Вот у меня все равно вызывает удивление, почему в отдельно взятой Москве можно было решить эти проблемы с детскими садами муниципальными, встроенные в многоэтажки, например. Очевидно, что там может быть садик на всю многоэтажку, туда бы все дети ходили, а в Кирове не решается. В любом случае, сейчас, если программа будет закончена в 2016 году по строительству детских садов, все иные механизмы будут рассматриваться, возможно, и Роспотребнадзор, и Кошинадзор пойдет на снижение своих норм. А мне кажется, что Гурдума еще должна все-таки активизироваться, и ОЗС, властное законодательное собрание. Нет? Власть обязательно, власть обязательно в этих процессах должна и участвовать, и быть инициаторами. Вот еще по детской теме поговорим. Не могли вы, наверное, пропустить это сообщение. Это сообщение об ограничении абортов, о предложении, которое было внесено депутатами Госдумы, Мизулина и Попова. На него уже посыпались комментарии, в том числе комментарии от Голодец и от Матвиенко, которая вообще назвала это экстремистским предложением. Коротко еще раз повторю. Вывести аборты из обязательного медицинского страхования, всячески наказывать учреждения, которые все-таки будут оказывать такие услуги, запретить таблетки, которые продаются в аптеках. Ну и, в общем, ни в коем случае никак не поощряется, а запрещать, запрещать, запрещать аборты. Как Вы относитесь к этой законодательной инициативе? Ну, без сомнения, моя позиция ближе к позиции Голодец. Все, что запрещается, потом уходит в тень, в подвалы, к нелегалам и так далее. Поэтому система, которая отработана, может существовать. Но в связи с этим, наверное, больше нужно говорить о психологической составляющей, о профилактической составляющей, о работе с семьей, о работе с девушками, с девочками. И это тоже одна из задач школы, по крайней мере, для себя, как педагога. Я точно вижу, где можно еще с этим работать. Ну, вот у некоторых наших слушателей вызывает удивление, обсуждают это в интернете, что сейчас аборты запрещают, хотят запретить полностью, и беби-боксы тоже запрещают. Где вообще хоть какая-то альтернатива для женщины, девушки, которая находится в сложной ситуации, не может правильное решение принять самостоятельно? Ну, альтернатива всегда есть. То есть и при женских консультациях, и при родильных домах есть, во-первых, психологи, социальные работники, которые с женщиной беременной работают. Ну, мы сейчас о тех говорим, кто не идет никуда, ни к психологу, ни даже к маме, ни к подруге, а вообще замыкается, считая это проблемой. Ну, это живот, его нельзя не увидеть, поэтому, значит, к этой девочке, девушке должны прийти люди. То есть она наверняка либо учится в школе, либо где-то работает, в семье видит. Ну, то есть нельзя оставить, конечно, девушку, женщину молодую в такой ситуации. А вы против беби-боксов? Я не против беби-боксов. Более того, вот та организация, да, вот католический приход, о котором мы ведем речь, как раз ведь городская дума тогда и приняла решение по выделению этого помещения для этого прихода, поскольку, ну, вот на мой взгляд, должно быть то место, да, девушка, женщина приходит со своей проблемой, если она не может прийти к маме, либо там куда-то в консультацию. И это то дело, которое, наверное, ну, такое богоугодное. Сейчас еще несколько слов по некоторым итогам празднования 9 мая. Вот такой у нас сейчас будет разворот, поскольку вы возглавляете комиссию по контролю за установкой и сносом содержания мемориальных досок и других памятных мест, не могу его не задать. Я процитирую руководителя Общероссийского народного фронта в регионе Романа Титова, который здесь у нас говорил о том, что в юбилейный код победы из областного бюджета было выделено 10 миллионов рублей на восстановление памятника. Он заявлял, что этого недостаточно. Понятно, что в последующие годы не будет выделяться больше средств, будет меньше. И единственная возможность сохранить память, это брать эти памятники под шество, под опеку местных предпринимателей. Помогать делом, а не просто словом. Как город справился? И согласны ли вы, что проблема есть? Проблема есть, но, на мой взгляд, в городе она не стоит очень остро, потому что все-таки состояние памятников, памятных мест поддерживается из года в год. Памятники все стоят на балансе у нас территориальных управлений, поэтому в Пермайском, Ленинском, Новоавиатском, Октябрьском районе за это отвечают сами администрации и места стараются поддерживать. Без сомнений, есть там школы, школьники, которые помогают в определенные моменты, поскольку там проводят свои мероприятия патриотические и так далее. Но вот идея Романа Титова о том, что если бы предприниматель, ну, для себя взял какой-то предприниматель, если не ответственность, но, по крайней мере, помощь в этом регулярную, постоянную, это было бы, наверное, очень правильно, потому что такая инициатива, ну, точно была бы уважаемая. Много ли у нас таких предпринимателей, предприятий, которые вот говорят, мы хотим, мы возьмем шество? Ну, я не встречала, которые пришли бы и сказали, что мы хотим это сделать, но в этом году, перед 9 мая, было очень много предпринимателей, ну, мы констатируем, что это разовое желание, которые готовы были провести субботники, которые готовы были там отреставрировать, отреставрировать, это помочь, если уж брать подшествия, да, то нужно постоянно. Ну, без сомнения, да. Но таких нет пока. Ну, я не знаю таких, которые хотели бы делать в системе вот эту работу. И завершаем мы наше сегодняшнее особое мнение вашим особым отношением к тем праздникам, которые надвигаются на нас с жуткой силой, их множество, и памятник Трифону Вяцкому должны установить, и День защиты детей, там огромные какие-то массы мероприятий, и сказочные игры, вот, Павел Николаевич, только что в сердце вышел у нас дневного разворота, и День города, конечно, 12-го числа. Насколько я понимаю, все эти городские, там, городские региональные мероприятия так или иначе без вашего участия не обходятся. Да. Вопрос у меня такой. Не потому, что нам предстоит, мы о программах тут в новостях отчитываемся, а бывают ли жаркие дискуссии по поводу того, что нужно в этом году делать, а что не нужно, чего отказаться? Или у нас все праздники идут так, знаете, как запланировано из года в год, так и не идут? Дискуссии бывают очень жаркие, иногда мы не приходим к единому мнению. По большим значимым, да, там, мы создаем оргкомитет, куда обязательно приглашаем людей, профессионалов, там, художников, музыкантов, постановщиков, там, директоров учреждений культуры, домов культуры. И в этом случае, конечно, бывают очень жаркие дискуссии. Например, что мы отменили? Ой, в год 640-летия, который только что прошел, у нас было тысяча предложений, тысяча мероприятий, да, в результате осталась, ну, вот та программа, которую мы видели, и, на мой взгляд, она была оптимальной. Ну, я, если буду говорить название, что мы... Я сейчас другое имею в виду, сейчас поясню. Не на уровне разработки программы по конкретному традиционному, например, празднику, из года в год День города у нас происходит. А вот, например, были когда-нибудь такие вещи? Да вот надоело уже, сколько можно отмечать День города? Или надоело? Это эстафета. Кто-то говорит. Почему у нас нет карнавалов? Почему у нас нет рок-фестиваля? Почему у нас нет какого-то, я не знаю, безумного базара, например, на целую неделю там на всех площадях без перерыва? Вот формат старый надоел, а давайте вводить новое. Такое бывает? Ну, без сомнения, мы используем в своей работе и теории решения изобретательских задач, ТРИС, которая может быть многим слушателям знакома. В этой ситуации от обратного, от отвержения, отторжения того, что уже было, это все используется. Ну, естественно, есть моменты традиционные, есть моменты государственных праздников, которые не управляются. А что нового в этом году решили все-таки ввести? В какой праздник? Вообще новый праздник. Есть заявки на новый праздник? Да, вот мы, кстати, сейчас для всех объявили сбор заявок к Дню города, да, вот к вопросам инициативы. 85% заявки пишут о том, что салют и звезду, салют и звезду на театральную площадь. Вот это мы говорим. Что значит звезду? Звезду, ну, то есть выступление какого-то артиста федерального уровня. Это же очень традиционно. 85% голосуют за это. Процентов тех не голосуют, а просят, чтобы мы это сделали. Поэтому, конечно, в основном, там, креативом мы занимаемся на уровне каких-то молодых, молодых людей. Мы вынуждены говорить о том, что День города, условно, если мы о нем говорим, это праздник для всех горожан. Поэтому у нас возникают новые площадки, вот порог фестивалем, понятно, кипяток фестиваль. Та же галерея прогресса собирается, мотоциклисты. Сейчас мы закачиваем. Как вы думаете, пивной фестиваль к нам вернется? У нас было их несколько. Если мое мнение... Я сейчас просто вспомнила, что они же были, потом прекратились. Да, да. Ну, мое мнение, это должно быть каким-то локальным местом, а не городским массовым праздником. Не городским массовым праздником. Потому что есть дети, есть пожилые люди, которые должны тоже ощущать комфорт от этих мероприятий. А ваш любимый городской праздник? Ну, я люблю много праздников, но, на мой взгляд, самый любимый все равно Новый год. Поскольку вы за него не отвечаете. Да я отвечаю, конечно, за него, но в любом случае, мне кажется, что это праздник какой-то хоть веры, надежды и счастья. Все, мы заканчиваем. Большое спасибо Светлане Шумайлова, заместитель главы администрации города Кирова. Благодарю вас за приход. Светлана Занько, прощаемся со всеми. Всего доброго.